Правительство не перестает нас удивлять своими новыми и изощренными методами собрать с людей побольше денег в казну. В прошлой передаче я рассказывала вам про новый указ о базовых счетах, как тут же Министерство финансов опубликовал проект нового налогового кодекса, какие нововведения предусмотрены новым кодексом и как это отразится на наших с вами кошельках. Об этом поговорим в сегодняшнем выпуске. Проект нового налогового кодекса был опубликован на 200 страницах 28 сентября на официальном сайте Министерства финансов. Все изменения, предусмотренные в новой редакции, оценить очень сложно. Объем информации большой, но уже сейчас можно выделить главные изменения. Первое, на что стоит обратить внимание, это появление профессионального налога. По сути, этим налогом будут облагаться все ваши доходы, полученные работой не по договору, без работодателя и наемных сотрудников, то есть работая сам на себя, как самозанятый. Доходы от использования имущества будут облагаться этим же налогом. Этот налог заменит подоходный налог с физлиц, сборы за осуществление ремесленной деятельности и отчисления ФСЗН. То есть, если вы вяжете шапочки или делаете ремонт, а может, шьете мягкие игрушки для детей, сейчас вам надо заплатить всего лишь 58 рублей в год. Вступлением в силу нового налогового кодекса вам нужно будет заплатить 10% от ваших доходов. И это если ваши доходы не превышают 60 тысяч рублей в год. Если превышают, то ставка налога увеличивается в два раза, до 20%. Новый налог появится только в 2023 году. При этом чиновники обещают создать приложение для мобильных телефонов, в котором вы легко и быстро сможете выплачивать профессиональный налог, который вам назначит налоговая, исходя из поданных вами данных. Налог нужно будет оплачивать каждый месяц. Еще одно нововведение – это камеральные проверки, то есть проверки соответствия ваших расходов вашим доходам. В соответствии с новым проектом такие проверки теперь могут инициировать все, кому не лень. Госконтроль, органы внутренних дел, органы государственной безопасности, прокуратура и следственный комитет. Например, в связи с введением административного процесса, то есть когда они будут вам выписывать штраф за красно-белое белье на балконе, они могут проверить заодно и все ваши финансы. Ну а там вы же знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Причем проверки такие будут проводиться без выдачи предписания на их проведение. Это очень сходится и с тем, что всех в последующем обяжут воспользоваться только базовыми счетами в банке. Заодно облегчат себе процессы проверки. Никаких запросов и разрешений. Просто каждая милицейская собака сможет залезть в вашу приватную жизнь и проверить, на что вы там тратите свои деньги. Следующий пункт – это подоходный налог. Теперь работодатель обязан будет предоставить налоговые органы за вас декларацию о доходах. И если налоговики в ходе проверки найдут ошибки или незадекларированный вами доход, например, в виде премии или аванса, ставка будет применяться в данном случае 20%. Самые существенные изменения коснулись индивидуальных предпринимателей. ИПшников лишают возможности работать по упрощенной системе налогообложения. Налог в 5% теперь может только снится нашим предпринимателям. Начиная с 2022 года, только ИПшники, оказывающие услуги в сфере туризма, здравоохранения, сухопутного транспорта, общепита и ремонта авто, смогут работать по упрощенной системе. И платить налог теперь в 6% вместо 5% по старой системе. Остальным придется с 1 января 2022 года перейти на единый налог или на общий режим налогообложения, то есть выплату подоходного налога 16%. Право выплачивать единый налог будет только до 2023 года. 1 января 2023 года все ИП должны перейти на общую систему налогообложения. При этом возможные виды деятельности для индивидуальных предпринимателей будут значительно сокращены. То есть, если ты ИП, у тебя будет выбор или стать самозанятым и платить профессиональный налог 10 или 20% в зависимости от суммы дохода, но при этом у тебя не будет права нанимать кого-либо. Или оформить микроорганизацию, которая, кстати, может продолжать работать по упрощенной системе. Конечно, при определенных условиях. Например, выручка за первые 9 месяцев перед заявлением об упрощенной системе должна составлять не более 1 612 000 белорусских рублей, и трудоустроенной должно быть менее 50 человек. Получается, если у тебя небольшая парикмахерская, где работают три парикмахера, тебе проще будет зарегистрировать юридическое лицо и работать по упрощенке, чем платить 16% под доходный налог в качестве ИП. Для ИПшников также снижен порог суммы, при которых предприниматель может не платить НДС. Теперь, имея выручку 460 000 рублей, вы обязаны будете заплатить НДС. Индивидуальные предприниматели, если такие есть среди наших зрителей, напишите, пожалуйста, комментарий, что вы думаете по поводу этих налоговых изменений? Возможно, Лукашенко таким образом решил приблизить интеграцию налоговой системы Беларуси и России, ведь у них тоже все просто. Общая система налогообложения, никаких единых налогов и упрощенных систем. В новом проекте Налогового кодекса также предусмотрено новое определение иностранной компании или иностранного индивидуального предпринимателя, а также порядок осуществления ими электронной деятельности или электронной торговли. Теперь иностранные ИПшники или фирмы, продающие товары в интернете белорусским гражданам или компаниям обязаны будут предоставить в налоговые органы Беларуси декларации и заплатить НДС в бюджет Беларуси. А теперь давайте вспомним самые популярные у белорусов интернет-магазины. Wildberries, AliExpress, Allegra, Ozon — это все иностранные компании, и если им придется платить НДС, то это, конечно, отразится в итоге на нас с вами, то есть на конечной цене, которую вам придется заплатить за товар. В проекту предусмотрено изменение налога на прибыль. Сейчас налог на прибыль составляет 18%, но новый проект наделяет правом областные и местные советы депутатов увеличивать этот налог на 2%. Причем, если даже местные советы примут решение в середине 2022 года об увеличении налога, то за весь 2022 год вам придется заплатить по повышенной ставке. То есть их наделили право менять налоговую ставку задним числом. Кроме того, изменен порядок определения затрат. Раньше вы из своей выручки вычитали расходы и уже на оставшуюся сумму начисляли налог на прибыль. Теперь в статью расходов можно внести не все расходы, касающиеся вашей деятельности. И еще одно важное изменение, касающееся всех физлиц. Это оплата налога на недвижимость, даже на единственное жилье. Теперь, если у вашей семьи в имении одна квартира, в которой вы проживаете, вы ее не сдаете в аренду, не получаете с нее доход, вам все равно необходимо заплатить налог на недвижимость. В проекте нового налогового кодекса представлены расчеты этого налога. Например, если вы обладатель 70-метровой квартиры в Минске, то в 2022 году вам надо будет заплатить чуть более 60 рублей. Сумма вроде небольшая, но нужно понимать, что эта сумма не постоянная. Цена за квадратный метр жилья, который используют налоговики для расчета налога, все время меняется, и не в меньшую сторону. Например, учитывая расчетную стоимость квадратного метра в 2021 году, то есть в этом году, сумма налога будет 46 рублей. И каждый год расчетная стоимость растет, а не уменьшается. Плюс на сегодняшний день налог составляет 0,1% от расчетной стоимости квартиры. Но никто не мешает чиновникам внести очередные изменения и сделать этот налог 0,5% или даже больше. Подводя итоги, можно сказать, что правительство идет своим намеченным путем – пополнением бюджета за счет удушения населения, а не развития экономики. Все это свидетельствует только о закручивании гаек и подтверждает цель Лукашенко – пожать руку последнему ИПшнику в Беларуси. Видимо, вскоре он сможет исполнить свою мечту. По моему мнению, все эти меры приведут к еще большему разрастанию теневой экономики. Люди просто перестанут декларировать свои доходы. Будут создавать серые схемы, только чтобы им хоть что-то досталось из заработной платы. Учитывая, что покупая в магазинах товара примерно 80% от цены идет на уплату различных налогов и сборов, мера по повышению налоговых ставок, усложнение ведения мелкого бизнеса может привести только к разгону инфляции и снижению поступлений в бюджет. Но ничего удивительного. Прикорытные чиновники никогда не думали о благополучии и улучшении жизни населения. Они думают только о том, как угодить синепалому и прикрыть за счет наших с вами денег его неимоверные растраты на неэффективное управление страной. На сегодня все. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это поможет продвигать это видео и еще большему количеству людей узнать правду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok